Это, ой, жена Сашина, Марина, звонит, говорит, Вальтер Александрович, приезжайте, Саша хочет с вами увидеться. Я понял, что там что-то серьезное, а тут брат позвонил мне со Смоленска, говорит, ты слышал, Сашку отравили? Вот, ну, естественно, я в таком настроении уже ехал, я знал, что эти мерзавцы с Москвы шутить не любят. Вот, пришел туда, Саша уже был, конечно, болезнью очень сильно обезображен, лежал без волос, но, вы знаете, в нем было что-то такое, вот, как у Мона Лизы, в улыбке ее загадочной, такое вот у него в лице было что-то. Там не сын был, а отец лежал, как бы, мой отец, а я его сын. Такая вот мудрость на нем была, что-то такое, но, видно, уже перед смертью он уже понимал все. Я подошел, перекрестил его, прочитал молитву отче наш, Саша лежал с закрытыми глазами и говорит, папа, я принял ислам, я стал мусульманином. Я говорю, ну ничего, сынок, одним мусульманином у нас будет больше. У меня зять мусульманин. У меня зять кабардинец, мусульманин. Ну, я тогда еще надежда была, что жив будет. Я говорю, лишь бы ты не принял коммунизма и сатанизма. Так, сказал ему. Ну, Саша так откинулся, опять, видно, слабость, закрыл глаза, лежал. Я в эту ночь остался с Сашей. Я благодарю Бога, что был рядом в этот момент сыном.